хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя векимовский владимир иванович год рождения 64 откуда сами родом бурятия бурят сами русский да вы подписали контракт на 3 месяца когда 24 ноября 2003 года 12 декабря а где криминар а должность какая у вас рядовой стрелок стрелок пехот а как так вышло что подписали контакты какие обстоятельства просто если честно сказать насмотрелся этих всяких новостей там проще и прочее ну а ютуб там в общем много чего эти всяких разы там что здесь на украине происходит якобы круглым фашизм ну в общем война началась и ведется война фашисты сюда-сюда там людей убивают прочее 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 всякое ну и предложили якобы добровольцы по добровольным но я даже не думал что меня возьмут именно то что мне уже 57 лет 58 было мне то время вот сейчас чудес там некоторые даже такие ну товарищи есть и помимо товарищи там чему слабо не слабо тебе но ничего боись и не боись и ну ну вроде такого ничего я сказал что я хочу калбай это ты разбудил присягу вроде не дал я буду да за это не волне его якобы меня не возьмут никак потому что мне уже года уже все не берут даже не думал что могут взять меня в армию ну и здесь помогли документы сделать то что якобы возьму да возьму я даже не поверил 58 лет я знаю что призывает до 50 лет вот документы собрали ну помогли документы собрать мне все здесь до самого последнего дня даже не думал что именно меня в армию здесь повестка приходит что 9 вчера 9 ноября должны были забрать 9 ноября в общем позвонили все сказали нет пока и будь ну чтобы ну а фокси как ну как говорится будь на людей с тем подумаем но я восемнадцатого ноября позвонили сказали все прибыть у меня дома семья семья есть нет я разведелся была семья дети есть вот две внучки общаетесь общаетесь ну так общаюсь мало-мало но уже давно разведел на сколько обещали платить на контракте обещали как это было в месяц 200 рублей без 200 тысяч на эту кризис деньги эти не видел если честно на это понятно еще якобы застраховали меня кто страховал а там тоже помогли в общем застраховать так а кто страховал ну как она мне невестка приходится невестка вас застраховала да ну невестка ну а на какую сумму а я даже не знаю точно ну а то есть если бы вы погибли то была бы страховая выплата да за вас то есть они понимали что вы можете погибнуть да да конечно ну наверное думали я сам этого даже не представлял что можно погибнуть там или как там даже представлением не было что я погибну или там нет ну и вот на счет этого документы сделал я до последнего дня даже не думал что у меня могут забрать в аренду а кто помогал делать документы невестка тоже невестка да а до того как пришли в украину чем занимались была работа сколько заплаты такая работа ну конечно там тысяч двадцать тридцать платили а вы сами живете ну почему жил я там ну как я жил то в деревне раньше в общем в деревне жил а потом переехал в город в городе вот в город какой там снимал квартиру и работал а вот кто вам говорил слабо не слабо невестка тоже говорила там слабо ну там друзья там друзья в общем говорили там что якобы что родину якобы требует туда-сюда ну и на этой волне что вы что-то не слабо не слабо боитесь не боитесь у кого боится а я понял а вы не думали что вот вас специально как бы невестка отправила на войну вас застраховала если вы здесь умрете она еще на вас деньги заработает большие ну я понял это так было да ну я так-то понял это все значение этому все не придало пока отсюда не попал а когда сюда попал потом уже понял что что такое получилось когда сюда попал то есть вы уверены что невестка специально вас послала на войну чтобы вас здесь убили и она с этого имела выплату да ну получается так получается так ну если честно так будет ну я вот сам лично все это испытал на тебе понял что а больше как так оно и получается а вы говорите там фашисты нацисты и так далее вы в этом все верили ну как по телевизору смотрел вполне достаточно этого посмотреть телевизор и если на самом деле так оно было как показано то что выпивали ну было конечно не без этого ну можно сказать что вы злоупотребляете алкогольным напитком ну это не до такой степени злоупотреблял а ну было пью ну ну вот и не терял ага ну вроде нормально себя держал в рамках а что делали почти место завоевали с автомата умеете стрелять ну конечно умею с автомата стреляли если честно даже вообще не стрелял а что делали ну в общем у нас как вам сейчас объясню это нас привезли вот временное мы там неделю где-то пока ничего вообще не делали это мы приехали туда вот не помню ну в начале декабря ага где-то может сначала в начале первых сейчас мы и до 7 декабря мы здесь вообще жили там в доме каком-то ну забросенный дом был ну просто там печка одна была мы вот в этом нас 15 человек распределили ну там в этом доме жили 15 человек как взвод можно сказать ну и что там печка была там стекла все нормально все ну и оттапливали сами ну и жили у нас 15 человек там сами себе все готовили в магазин подели брали все ну продукты все так мы давали продукты нам ну и а вот 7 декабря нас на оппозиции вывезли там три дня мы там ну не три четыре дня мы простояли четыре дня вот на оппозиции ну там я лично никого не видал только бомбили минометный огонь в основном в основном минометный огонь ну и мы полуночи четыре дня мы присидели там в окопах я говорю даже ну куда стрелять кругом это лесополосу там поля там никого не видно все отказывают ну эти мины летят конечно бомбят наши а вот даже не выйти ну в смысле даже вот выскочит например подсветили что куда невозможно просто сидели в окопах и все автоматы были сам с нами ну по 4 рожка я вот лично со своего автомата вообще не царел вот четыре дня мы там ну четыре ночи посидели ну день и ночь посидели там даже ну у себя что газовые баллоны были чай сварить там в кружке чай сваришь тушенку разогрешь поешь прямо там в окопе еще а более чего пробомбить вот на ночь успокаивались ночью уже не бомбили ночью только свободен за что воюют россияне в Украине я вообще даже не понял там какая-то повозка у нас была слева в СУ справа а вот эту повозку мы только одну удержали и все в УСУ как воюют в УСУ как воюют ну я их и говорю лично сам не видел лично так чтобы ну где-то они там стояли ну плен вас в УСУ взял ну ну были наши позиции там а здесь почему-то и раз эти позиции оказались именно за ними за УСУ ну я вечером пошел там ну весь мешки мои ну мои там продукты мои там например в рюмзаке в рюмзаке были вещи чтобы ну переодеться я вот пошел переодеться просто на мухрый ну и шо на мухрый пошел переодеваться ну там были наши до этого стояли ну до этого на этой позиции наши стояли что-то прикажу ну Ну поздно, правда, было. Вот перед самым утром, где-то, наверное, часа три или четыре ночи. Я думал, может, никого там, может, наш солдат там. Пойду, заберу свои вещи, да переоденусь. Пришел. Когда мы шел, ну посмотрел, они же мне говорят. Пароль, я сказал, пароль. Ну смотрю, молодые парень, я думаю, новый сидит, наш. Мы спрыгнули, взяли, арестовали, ну, руки скрутили, все. Руки скрутили за спину, завязали руки, все. Нацисты есть фашистам украинцев? Нет, ну, вот они меня, могу сказать, солдат изобрали, руки скрутили, завязали. Потом я только понял, что это не наш. А так, ну, пацаны молодые, да, молодые. Ну, видно, молодые пацаны. А нацисты есть фашисты? Да нет, конечно. Нет? Ну, вот они меня связали. Ну, там, маленько жил, я еще с ними, ну, я говорю, кого прикалывать? Ну, это серьезно, я даже не подумал, что это, ну, до той степени, что думал, все свои прикалываются. Я так и подумал, да, материться, ну, говорю, кого прикалывать, все, руки, кого крутить, ну. А потом уже понял, что это не наш. Я говорю, до самого края, ну, думаю, это, ну, или мне кажется, или на самом деле, ну, потом уже, только когда увидел БМП, они меня БМП забросили, то там он с Путином какой-то, да, меня забросили. Тогда я уже понял, что там уже и что подошли, тогда я уже понял, что, ну, что в плен попал. Ну, они, поначалу, ну, там, маленечко, там, допрашивали туда-сюда, что, а ты один, не один, я говорю, один. Все, я говорю, что зачем пришло, я говорю, он мешки хотел свои забрать, один же. Ну, и все, вот у него забрали, вот так привезли. Они спрашивали, дед, ты что здесь делаешь? Ну, конечно, спрашивали, ну, они меня спросили, почему. Ну, я говорю, как, что, так и так, ну, и все, и давай там поначалу. Ну, ну, к Синдалю ввели там, забросили БМПшку. Ну, да, я говорю, ты один, я говорю, один. Ну, они потом что-то еще вышли туда, мы что-то ходили, что, не знаю, что-то стреляли вроде. Ну, я уже у них лежал там, куда-то, ну, и потом вернулись, ну, ну, короче, увезли меня к себе туда. Я, собственно говоря, даже не понимал, думаю, приколы, шоуи, ну, я даже не думал об этом. Один, правда, карауливал меня с автоматом, а так, потрогал, я думаю, чукал у меня, ну, автоматом трогал сюда, вроде. Я сидел прямо там у них, я говорю, какого-то друга? А вот еще без этого, без броника, я говорю, да нету, без броника. Потом привезли, во всем, не знаю, куда-то там привезли, я не знаю, что там было. Ну, какое-то здание, привезли, во всем, какое-то здание, там, подумал, что-то я там минут 30, наверное, побыл с ним. Потом, ой, что-то сказали, короче, пойдем замерзся, я говорю, замерзся, привезли меня в какое-то там помещение, стали воды попить. Потом, в общем, и шо, давай, каких-то пришли, и меня увезли. Ну, и увезли, увезли, конечно, а потом вот сюда, вот, в Харьков. А я так понимаю, солдаты немного украинские в шоке были, да, с такого солдата, как бы? Ну, я говорю, что же они в шоке, я с ними еще маленько там. Ну, по-своему, загрубил, конечно, там, ну, что за наглое такое. Ну, серьезно было так. Я даже не думал, что, думал, наши прикалываются. Ну, молодые пацаны вообще. Ну, фашисты есть? Да нет, вроде бы, нормальная коммерция. Не, ну, вообще, фашисты есть в Украине? Не видала их. Не видали, да? Так по телеку бодяга, короче, походу, да? Ну, по идее-то так. Но не было такого, чтобы там, ой, меня там убили, убивали. Но не было такого. А смотрите, а на выборы ходите? Ходили в Россию? Ну, ходил. За кого голосовали? Ну, я там за своих, в основном. Ну, у нас свои там. Цивенов такой есть, Алексей. А за президента за кого? Ну, за Алексеева. Я за своих голосовал. Там у нас, в Соломой-Бурятии, за своих голосовал. Путина поддерживаете? Да я, в принципе, даже не поддерживал. Ну, а чё? 60 лет прожил, не родина, не флага, а один клуб. Ну, 60 лет прожил в России, но у меня ничего нет. Ни дома, ни родина, и, короче, один клуб, ничего нет. А где я? Вроде работал, жил, семья была. И в сельхоз, ну, не ремни сколько я там в сельхозхозяйстве проработал. На Гусинодельской гре, сколько я там проработал. Семь или восемь лет. Ничего нету. А куда все делают? А карточку на зарплату оформляли? Ну, оформляли. А на кого? На вас или на невестку? На невестку оформил. На невестку карточку, да? Да. И все деньги, то есть, доступ невестка должна была иметь? Да, она. Слушайте, ну, вообще, дичайшая история. Грубо говоря, невестка вас отправила на убой? Ну, наверное, так получается-то. Я вот сейчас... Она знает, чтобы выжили? Нет, наверное, не знает пока. Не знает, да? А застраховали на большую сумму? Выплата какая должна была быть? Ну, не знаю, как они там, потому что страхуются, наверное. На 5 миллионов. На 5 миллионов застраховали, да, рублей? Наверное, может, и на сколько там. Если бы погибли, то 5 миллионов была невестка. Наверное, так. Вообще, хитрая невестка. Ну, я сейчас, чтобы я понял, что так и так. А так-то до этого не понимал. Ну, с кого? Ой, да там, сюда-сюда, и там не попадешь ни в какую-то горячие точки туда-сюда, здесь самую на передовую бросили, самую на передовую, натуральную уборку. При мне лично. Семь. Вот я сам лично ливил, помогал даже таскать их. Семь человек. Хотите что-то сказать невестке? Может, увидит нас в раз? Может быть, увидит, сама пойдет. Но я как-нибудь, если все нормально будет, доберусь. До дома, если доберусь. Просто я сам скажу в глаза. Так что думаю. А что думаете? Ну, а что думаю? Конечно, это все вранье. Ну, да, это все, конечно, ну, в общем, зря я согласился на это все. Я думаю, что они плетят своим друзьям даже, скажем, что такого здесь нет, как они думают. И еще даже скажу некоторым, кто-то моложе хоть, сюда, у себя ни ногой. Украинцам что-то хотите сказать? Украинцам? Ну, а что я им скажу? Конечно, тоже, тоже горе хапнули. Всего насмотрелся здесь. Даже, скажу, что вот, меня вот лично два дня я здесь жил. После плену, ну, как плену, зеркал. Вот тоже говорят, там, ой, всякое разное, ну, накормили, напоили. А я пока везли там, ну, пока я там шел, пока я там ходил, а тоже нападался, ну, еще не спал, весь в грязи. У меня бушлаты было, весь в грязи, брюки, все в грязи, в общем, весь, ну, весь мокрый был. Ну, они, правда, меня переодели. Украинцы? Да, переодели, они, правда, вот, хорошо, вот, ботинки, они мне, говорят, зимние дали, а это в мерцах, они все мокрые были. Ну, чего, брюки дали, одели, ботинки чистые, ну, тоже, они, правда, сухие, носки, чаем напоили, докормили. И потом только вот увезли в этот, в Харьков.